Необходимость изменения показателей бюджета города Харькова 2015 год связана с увеличением с 1 сентября текущего года минимальной заработной платы на 13,1% с 1218 грн. до 1378. В связи с этим бюджету города Харькова из государственного бюджета дополнительно выделяется образовательная и медицинская субвенция, соответственно, 31,2 млн, 29,7 млн. Также бюджету города предусмотрены субвенции на финансирование специализированной медико-санитарной части 1,6 млн грн. Капитальный ремонт кровли Центра детского и юношеского творчества номер 1 по проспекту Победы 64А 500 тыс. грн. На социально-экономическое развитие 5 млн грн. Учитывая, что в законе о государственном бюджете, как я уже сказала, повышается минимальная заработная плата, мы просчитали ожидаемое исполнение бюджета города и за счет перевыполнения доходной части бюджета, мы ожидаем перевыполнения по итогам до 400 млн грн. То предлагаем за счет перевыполнения доходной части бюджета и свободного остатка на 1 января текущего года направить на дополнительные расходы в 129 млн грн. В том числе 24,7 млн грн. на повышение минимальной заработной оплаты работникам детских дошкольных и внешкольных учреждений, музыкальных школ, библиотек, музеев, других учреждений культуры, территориальных центров с учетом надбавки за вредность, центров социальных служб семьи и молодежи, исполнительных органов местного самоуправления. Таким образом, общий фонд оплаты труда бюджетных учреждений в составе бюджета составит порядка 2 млрд грн. Также предлагается увеличить на 2,8 млн грн. размер премии работникам районных управлений труда и социальной защиты населения, осуществляющих полномочия по оформлению жилищных субсидий, объем которых в последнее время, как вы знаете, значительно возрос. На 465 млн грн. предлагается увеличить фонд оплаты труда для вновь создаваемого исполнительного органа ГАЗ. В связи с повышением тарифов предлагается увеличить на 14,1 млн грн. на оплату энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями города. В бюджете города на энергоресурсы предусмотрено 487 млн грн. в том числе 311 млн грн. это образовательная и медицинская субвенция, которая также предусматривает средства на энергоресурсы учреждений школ, учреждений охраны здоровья. Предлагается увеличить расходы бюджета на 10,4 млн грн. на приобретение медикаментов, средств и предметов медицинского назначения, специального медицинского оборудования, проведение капитального ремонта учреждений охраны здоровья, так как это собственность территориальной громады. Если заработная плата и текущие расходы предусматриваются за счет субвенций, то укрепление материальной технической базы и финансирование принятых программам городских советов финансируется за счет средств бюджета города. На 5 млн грн. предлагается увеличить расходы по программе на оказание материальной помощи гражданам города, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также на проведение общественных работ, как я уже сказала, в рамках программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения. На 2,4 млн грн. предлагается увеличить расходы на проведение капитального ремонта аварийных зданий школ эстетического воспитания, дворца культуры Чернозаводского района и благоустройства их территорий. На 31,1 млн грн. предлагается увеличить расходы Департаменту коммунального хозяйства для обеспечения выплаты заработной платы ряду коммунальных предприятий, реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт механического оборудования печенежского гидроузла, приобретение пожарных гидрантов. На приобретение посыпочного материала и проведение капитального ремонта внутри квартальных дорог и тротуаров предлагается направить 10 млн грн. На капитальный ремонт, реконструкцию трамвайных путей, контактных сетей, светофорных объектов, начатых объем, предлагается направить 20 млн грн. На 1,4 млн грн. предлагается увеличить расходы на приобретение серверного оборудования, скоростных сканеров и 43 принтеров для центров предоставления административных услуг. На 4,7 млн грн. предлагается увеличить расходы Департаменту экономики и коммунального имущества на предоставление льготного кредита на строительство, реконструкцию жилья для участников боевых действий в зоне проведения АТО, подтверждение кредитного рейтинга города. Также в разрезе районных бюджетов увеличиваются расходы на выплату денежной компенсации физическим лицам, оказывающим социальные услуги гражданам пожилого возраста, детям-инвалидам, больным, неспособным на самообслуживание и нуждающимся в постоянной посторонней помощи. Эти выплаты производятся 1124 гражданам. На основании постановления Кабинета министров Украины номер 558 от 29 апреля 2004 года. Также предусматриваются дополнительные средства на захоронение одиноких незастрахованных граждан, приобретение концентрлярских расходов, материалов, расходных для отдела введения реестра в избиратели, аренду помещений, структурных подразделений и исполнительных органов, находящихся в здании областной и государственной администрации, в связи с повышением тарифов на энергоносители. Кроме того, в проекте решения предусматривается перераспределение ранее утвержденных бюджетных назначений по предложениям главных распорядителей средств бюджета. С учетом указанных изменений объем бюджета города составит 7,6 миллиардов гривен, в том числе собственные доходы составят 48,7 процентов или 3,7 миллиарда. Остальная сумма 3,9 миллиарда – это межбюджетные трансферты из государственного бюджета на образование, здраво- и социальные услуги. Данный проект решения подробно рассмотрен на совместном заседании постоянных комиссий. Прошу поддержать проект решения о внесении изменений в решение 36-й сессии Харьковского городского совета 6-го созыва 21 января 2015 года, номер 1794-15 о бюджете города на 2015 год. И тот вопрос, который задавал депутат в части парковки. Поступление за парковку в бюджет города в сравнении с 7 годами раньше, когда мы ввели положение по парковке, увеличились в 7 раз. И в сравнении даже с аналогичным периодом текущего года, за 8 месяцев, если мы проанализируем поступление данного доходного источника текущего года, к аналогичному периоду прошлого года, они возросли на 13,3% и составили 3,7 миллионов за 8 месяцев текущего года. Благодарю за внимание. У кого есть вопросы, Игорь Иванович, пожалуйста. Татьяна Витальевна, помните анварскую сессию, когда мы обсуждали этот бюджет 2015 года, и там тогда звучали цифры, что мы лишились, по-моему, 400 миллионов гривен. И взамен этого нам подарили акцизы, спиртное, табак, 3,5 литра машины и налог на недвижимость. Скажите, в какой мере за эти 9 месяцев скомпенсирована эта потеря? Компенсирована полностью. К уровню прошлого года поступления бюджета города Харькова увеличились на 42%. И порядок размещения доходных источников изменен. Если вы помните, раньше у нас был первый кошек, который обеспечивал финансирование расходов делегированных полномочий. Второй кошек – собственные доходы и спецфонд. То сегодня, согласно изменению, внесенным налоговым кодексом, бюджетным кодексом, у нас общий и специальный фонд. И консолидированный бюджет, который состоит из собственных доходов и межбюджетных трансфертов, о которых я сказала выше. Акциз и единый налог в сумме за 8 месяцев составили 700 миллионов гривен. Единый налог до 2015 года поступал в бюджет развития и направлялся на укрепление материально-технической базы и развитие. Сегодня единый налог входит в состав общего фонда. И городской совет перераспределяет, может направить эти средства на плату энергоносителей, на текущий ремонт жилого фонда, на капитальный ремонт, реконструкцию, приобретение, а также на выплату заработной платы, чего нельзя было делать раньше. И поступления подоходного налога, они уменьшились к уровню прошлого года, как вы правильно назвали, 400 миллионов, но план текущего года мы перевыполняем на 5,6%, то есть мы реальный план утвердили. Если мы ожидаем общего перевыполнения, как я уже сказала, порядка на 400 миллионов гривен. Притом мы с вами на предыдущие сессии на дополнительные расходы направили 267 миллионов гривен. То есть в этом году бюджет города перевыполняется. За сентябрь перевыполнение уже составило 69 миллионов гривен.